Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов и я продолжаю серию обзоров турнира претендентов в Торонто. И сегодня у нас партия второго тура между Хикару Накаморо и Ведитом Сантошем Гуирати. Итак, Накаморо начинает партию ходом Е2 на Е4 и на доске быстро возникает испанская партия. Берлинский вариант. Накаморо не особо принципиально разыгрывает дебют, делает ходы типа Аштаи, Ц3. И проводит наконец Д4 и в этой позиции чаще всего черные, недолго думаю, отступают слоном на поле Д6. Иногда следует размен на поле Д4, но Ведит применяет новинку ход С7-С6, контратакуя белого слона. Здесь самым принципиальным продолжением был бы выигрыш пешки после взятия на С5, взятия на Б5 и взятия на Д6. Однако черные переводят коня на поле Ж6 и в этой позиции получают хорошую компенсацию за пожертвованную пешку. Накаморо явно не хотел идти на разработке своего соперника, поэтому он делает спокойный, но не принципиальный ход. Отступает слоном на поле Д3, черные отступают на поле Б6 и следует размен на поле Е5, переводящий к симметричной пешечной структуре. Однако Накаморо не готов мяриться с тем, что соперник может удивить его в дебюте и ничего за это не заплатить. Поэтому Хикаро забирает центральную пешку взятием конем. Казалось бы, белые выиграли пешку и у черных нет за это абсолютно никакой компенсации, но не тут-то было. Видят, наносят рождающий удар по пешке H3. Выясняется, что если в этой позиции побить слона на H3, у черных находится ход ФСБ8. Атакуют центрального коня и у коня не так много полей для отступления. Если попытаться отойти на F3, то, пользуясь связкой по диагонали, черный ферзь влетает на поле Ж3 с шахом, потом забирает пешку на H3. И после хода коня H2, ладья F на D8, связкой черные отыгрывают фигуру и получают просто выигранную позицию. Лучшая попытка за белых это защитить коня ходом слон F4, но на это следует слон C7 усиливать давление по диагонали и в итоге черные отыгрывают одну из белых фигур. По этой самой черной диагонали уравнивают количество боевых единиц на доске и получают хорошую позицию. Не искнул Хикару забирать слона, хотя, видимо, это было объективно лучшим решением в позиции. Вместо этого он отступает конем на C4, хотя хочет получить преимущество двух слонов. Слон G4, темповой ответ, нападая на ферзя, ферзь отступает на поле C2 и слон уходит из-под размена. Но теперь Хикару вновь нашел способ выиграть пешку. Е4, Е5, атакуя коня, конь отступает на поле D7 и Хикару смело забирает пешку с шахом. Король отступает на D8 и давайте посмотрим на эту позицию. Да, белые выиграли пешку, но у них явные проблемы с развитием ферзьевого фланга. Все фигуры стоят на своих начальных позициях. Кроме того, отсутствие пешки на H2 создает серьезные проблемы вокруг белого короля. Слон уже поглядывает в эту сторону и, не дай бог, здесь какая-то фигура пойдет и начнется серьезные проблемы. Ну и главная проблема, что сейчас грозит просто выигрыш слона на поле H7. Черные могут сыграть G7, G6 и слон попадет в капкан. В результате чего белые вынуждены терять дополнительные темпы на отступление фигуры. Накамура сыграл слон D3. Это самое логичное с точки зрения человека ход, но тем не менее, этот ход можно считать чуть ли не решающей ошибкой в партии. Движки говорят, что белые еще могли получить хорошую игру, играя в ферзь Е4. Фантастическое по своей силе продолжение. Мы контратакуем слона на поле G4. Хотим перевести ферзя на H4. Таким способом перестроиться. Но у черных есть конкретный ход F7, F5. И после этого хода черные выигрывают фигуру. Ведь на взятие на проходе последует взятие конем. Защищая слона, атакуя ферзя и коня. И это победа черных. Но не тут-то было. Здесь необходимо найти смелую жертву фигуру на поле F5. Взятие слоном. Шаг на H4. Внуждая короля отойти. И теперь слон G5. Усиливая давление на коня Е7. Конечно, черные защищают коня ходом ладьи. Но здесь конь D6, вбрасывая коня в атаку. И выясняется, что у белых очень активные фигуры. Если черные хотят играть на победу, необходимо играть комбит Е5. Жертвы качества и забирают центральную пешку. Здесь сломбит Е7 на взятие ладьё или ферзём. В конце последует взятие на F5. И белые не знают проблем. Однако есть очень хитрый ход. Ферзь D7. Пока все белые фигуры подвешены в состоянии. И надо что-то с ним делать. Грозит взятие коня. Сильнейшее это взятие ладьи на поле F7. Ну и здесь, если просто побить ладьё, то слон уходит из-под боя. И, в общем, белые остаются с лишним качеством. Конечно, у черных есть компенсация в виде двух слонов и очень активных фигур. Но это всего лишь компенсация, но не перевес. А если черные хотят играть именно на победу в этой позиции, необходимо найти промежуточный ход. Конь G6. Нападая на белого ферзя, теперь на любое отступление ферзя последует взятие королёв. И ладья заходит на линию H с решающим эффектом. Поэтому, внимание, смотрите. На конь G6. Конь E5. Контроудар. И коль вновь скачет на битое поле сразу под два боя. Давайте посмотрим варианты на взятие слоном. Следует шаг ферзём на C4. Закрываемся слоном. И ферз E4. Атакуя коня. И слон тоже попадает здесь под прицел белого ферзя. Сильнейший это король F7. Теперь F2, F4. Слон уже огромное количество ходов находится под боем. Но черные просто не успевают забрать это животное. Приходится отступать слоном. Слон наконец-то возвращается на поле C5. Ну и вот примерно такой вариант. Необходимо было посчитать на кому или чтобы получить равную игру. Ну и тут здесь у черных некоторый перевес в окончании. За счет активных фигур и слабого белого короля. Но тем не менее лишнее качество есть лишнее качество. И белые имели бы здесь прекрасные шансы на спасение. Но как вы понимаете рассчитать отсюда весь этот вариант. Начинающийся ходом в ферзь E4. И с последующей жертвы фигуры практически невозможный. Накамора сделает самый естественный ход в позиции. Возвращает слона в оборону. И это оказывается фатальной ошибкой. Дальше видит, атакует буквально на одном дыхании. B7, B5. Сгоняя коня с насиженного кресла. Потом забираем центральную пешку. Конечно, белые еще могли побить слона. И каким-то таким способом пытаться обороняться. Но после хода F5 все равно атака черных очень страшна. А белые фигуры так и не закончили развитие. Накамора пытается делать аккуратные ходы. Защищаться вот таким способом. Но это очередная потеря темпа. И видит, рвется в атаку, не зная преград. F7, F5. Белые пытаются тормозить черную пешку ходом F4. Но теперь ослабляется черная диагональ. И ее немедленно занимает чернопольный слон. Теперь взятие на Е5 приводит к ходу конь Д5. И примерно тому же, что к партии. Накамора пытается защищаться королем. Но, как вы понимаете, это чревато. Конь идет на поле Д5, атакуя коня. В шаг к королю. Король просто отступает из-под боя. Накамора забирает фигуру, чтобы хотя бы страдать не бесплатно. И следует ход FG5. Все черные фигуры направлены на связанного коня. И защитить его просто нечем. Накамора пускается в бегство. Черные забирают коня на Е3. Размен на Ж4. Взятие ферзем. Размен на поле Е3. Взятие конем. Накамора пытается искать спасение в Эншпиле. Но не тут-то было. Ферзь Ж3. Шаг. Король убегает на ферзевый фланг. Шаг ладьей. Король продолжает свое бегство на С1. И ферзь Ж5, создавая страшные угрозы вскрытого шага белому королю. Накамора делает форточку, пытаясь убежать королем в безопасную зону на поле Б2. Но ход конь С1 венчает эту партию. Шаг. И на любое отступление конь переходит на поле Ж3. И атакует две тяжелые фигуры белых. У белых нет абсолютно никакого развития. Они терпят материальные потери. У черных атака ни за что при материальном преимуществе. И здесь Накамора признал себя побежденным. Что ж, делаем первые выводы. Видит очень хорошо готов в дебюте. Он заготовил огромное количество нестандартных атакующих схем, связанных с жертвой пешки в дебюте, с гамбитной игрой. И две черные партии, которые он сыграл на старте, показывают, что видит не только в отличной форме, но и очень настроен на борьбу, даже черным цветом на победу. На этом я заканчиваю обзор. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. А с вами был Евгений Шувалов. Следим за турниром претендентов в Торонто. Субтитры создавал DimaTorzok